Всем привет и добро пожаловать на завершающую лекцию главы, посвященной методу разделяя властвуй. В ней мы, наконец, научимся решать регурентные соотношения в общем случае. Мы уже с вами достаточно потренировались в предыдущих лекциях, теперь сформулируем общую теорему. Называется она «Основная теорема о регурентных соотношениях». Итак, предположим, у нас есть алгоритм, который, основываясь на методе разделяя властвуй, действует так. Он берет задачу размера n и делает для ее решения о рекурсивных вызовах, каждый из которых для задачи размера n поделить на b, и тратит время о большой от n в степени d на то, чтобы, во-первых, подготовиться к этим рекурсивным вызовам, и на то, чтобы собрать из их ответов ответ для исходной задачи. То есть, другими словами, время работы нашего алгоритма удовлетворяет такому рекурентному соотношению. t от n – это a умножить на t от n поделить на b плюс o от n в степени d. Мы считаем, что a, b и d – это константы, но с такими естественными ограничениями. a больше нуля, b больше единицы. Ну, то есть, a больше нуля происходит больше, там, хотя бы один рекурсивный вызов происходит, и a вообще целое число у нас. b больше единицы – это означает, что размер задачи все-таки убывает как-то в разы. Ну, и d больше либо равна нуля, что вот какой-то у нас есть многочлен. В частности, d может быть равно нулю, тогда там будет стоять o от единицы, но это значит константное время. Тогда теорема говорит нам, что можно сразу понять, каково же будет время работы этого алгоритма. Ну, точнее, какая будет эта оценка сверху. Значит, говорится, что t от n растет как небыстрее, чем n в степени d, если d больше, чем логарифм по основанию b от a. t от n растет небыстрее, чем n в степени d умножить на логарифм n, если d равно логарифму по основанию b от a. И, наконец, t от n растет небыстрее, чем u от n в степени логарифм по основанию b от a, если d меньше, чем логарифм по основанию b от a. Еще раз смотрите, вот здесь вот мы не пишем основание логарифма Вот это важно понимать Но вот здесь вот это очень важно То есть здесь мы его не пишем, потому что логарифмы по константному основанию От n друг от друга отличаются домножением на константу Но когда логарифм используется вот здесь вот в степени То нам, конечно же, важно, какое там конкретное число стоит Нам не все равно n в квадрате или n в кубе Но нам все равно этот логарифм по основанию Вот как множитель логарифм по основанию 2 от n или логарифм по основанию 3 от n. Они отличаются друг от друга до множения на логарифм по основанию 2 от 3. Вот такая вот теорема. Еще раз она говорит, что чтобы нам понять, каково время работы, в принципе, можно так бездумно ей пользоваться. Просто сравнить вот d с логарифмом по основанию b от a. И в зависимости от того, кто из них больше, ну вот так и растет. Либо n в степени d скорость роста, либо n в степени логарифма по основанию b от a. Ну, либо если они равны, это n в степени d на логарифм от n. Лучше на самом деле бездумно ей все-таки не пользоваться. Поэтому мы в конец эту теорему и перенесли. Разумнее гораздо все-таки прикинуть, что там происходит в дереве. Поэтому мы с вами так и тренировались в предыдущих случаях. И понять. Ну, а дальше можно проверить то, что получилось с помощью этой теоремы. Итак, давайте ее доказывать. Опять будем анализировать дерево рекурсии нашего алгоритма. Опять, вот здесь вот мы берем и считаем, что n есть степень числа b. Можно так считать по той же самой причине, почему мы позволили себе считать, что n это степень числа 2. То есть, чтобы n догнать до ближайшей степени b, надо его увеличить не более чем в b раз, то есть в константу. То есть, как-нибудь это на время работы нашего алгоритма повлияет, но по до большим все все равно съем. Ну, не на время работы алгоритма, а на оценку. Но у нас все равно его большое, поэтому там уж явно не больше чем увеличится, чем b в какой-то константной степени, но это все равно константа. Поэтому сразу считаем для простоты, что n это степень b. В частности, это означает, что все время n, сколько бы мы раз там на b не делили, все время делится нацело, и нам не надо таскать за собой никакие целые части. Итак, давайте опять поделим на уровни. Все это наше дерево, и будем отдельно считать работу, которая совершилась на уровне. Значит, уровни пренумеруем с нулевого до катого. То есть последний это катый уровень, где k это как раз то число, такое число, что n равняется b в катый. Отлично. Теперь давайте вспоминать, что с размерами происходит. Сверху размер задачи у нас n, потом размер задач будет n поделить на b, потом n на b в квадрате, ну и так далее. В общем случае на итом уровне задачи имеют размер n поделить на b в итой. Сколько у нас будет задач? На первом уровне 1, одна задача. На втором уровне, ну на нулевом уровне, одна. На первом уровне а задачи, на следующем а в квадрате. В общем случае на итом уровне будет а в итой задачи. Наконец, самое интересное, это какую работу мы совершили на каждом уровне. Напомню, работа у нас не включает время, которое ушло на рекурсивные вызовы. Тратим работу мы на задачу размера n, работа у нас уходит n в степени d, то есть o большая от n в степени d. Ну и давайте, чтобы там всякие o большие не суммировать, сразу обозначим за c скрытую константу в o большом. Скажем, что вот здесь вот cn в степени d делается работа. Сколько на следующем уровне? На следующем уровне у нас а задач, на каждую из них мы тратим c умножить на ее размер в степени d. Размер это n поделить на b. Итого получается c на n поделить на b в степени d. Ну и так далее. На итом уровне у нас а в степени и задач. На каждую из них мы тратим время c умножить на ее размер. Это n поделить на b в ито и в степени d. Вот такая штука. Чтобы теперь все время работы посчитать, нам надо просуммировать это все по уровням. Итак, получается вот такая вот сумма. Сумма по i от 0 до k, где k это логарифм по основанию b от n. А и то умножить на c умножить на n поделить на b в степени и все это в степени d. Давайте суммировать. Во-первых, вот переписали нашу сумму и вынесли сразу за сумму то, что от i не зависит. c умножить на n в степени d. А что же там осталось? Осталось a в степени и поделить на b в степени и и в степени d. Другими словами, это a поделить на b в степени d и все это в степени и. Суммируем мы от 0 до k, где k это логарифм по основанию b от n. Итого, это геометрическая прогрессия. Это a поделить на b в степени d, в степени 0, в степени 1, в степени 2 и так далее в степени логарифм по основанию b от n. Такую сумму нам надо просуммировать. Что мы знаем про геометрические прогрессии? Мы знаем, что если все члены в ней равны, то мы, то не все члены, а вот этот вот, как это называется, показатель геометрической прогрессии. Если a равняется b в степени d, ну или другими словами, d равняется логарифм по основанию b от a, тогда просто здесь мы суммируем логарифм по основанию b от n единичек. Ну и, соответственно, вся сумма, это у нас логарифм по основанию b от n. Итого, то, что нам надо оценить с работой, это c умножить на n в степени d умножить на логарифм. Ну, это и есть θ от n в степени d умножить на логарифм n. То есть, c у нас пропало, но и пропало основание логарифма, поскольку оно не важно, оно константное. Следующий момент. Если b в степени d больше, чем a, ну или что то же самое, если логарифмировать это неравенство по основанию b, то получится d больше, чем логарифм по основанию b от a. Что тогда можно сказать? Мы видим тогда, что у нас есть убывающая геометрическая прогрессия, ну и это означает, что ее сумма ограничена константой. А это означает, что все время работы наше, это c на n в степени d умножить на t от 1, то есть просто n в степени d. Ну и последний самый такой случай, где придется что-то повычислять, это когда b в степени d меньше, чем a. Это означает, что то, что вот здесь стоит в скобках, оно больше единицы, то есть у нас есть возрастающая геометрическая прогрессия, но про нее мы знаем, что сумма возрастающей геометрической прогрессии растет так, как ее последний член. Ее последний член, это он соответствует и равному логарифму по основанию b от n. Давайте это и запишем. Итого, вся работа, которую там надо нам оценить, это c умножить на n в степени d умножить на θ от a в степени логарифма по основанию b от n, а снизу b в степени d и тоже в степени логарифма по основанию b от n. Так, давайте это преобразовывать. Преобразовали, c умножить на n в степени d осталось. В скобках мы сделаем вот что. Во-первых, a в степени логарифма по основанию b от n перепишем как n в степени логарифма по основанию b от а. Это как обычно мы сделали. Теперь b в степени логарифма по основанию b от n это просто n. Соответственно, остается n в степени d, который успешно вот с этим n в степени d сокращается. c успешно вносится под тету большую, и то, что остается, это тета от n в степени логарифма по основанию b от а. Ну, то есть, ровно то, что мы и должны были получить. Вот. Теорема на этом доказана. Но давайте пройдемся быстренько по нескольким примерам. Вот наше любимое регурентное соотношение. t от n равняется 2t от n пополам плюс u от n. Регурентное соотношение на время работы алгоритма сортировки слияния. Мы с вами уже устанавливали, что в этом случае t от n равняется u от n лог n. Давайте поймем, чему равны здесь константы a, b и d. a равно 2. У нас две задачи. b равно 2. У нас каждая задача в два раза меньшего размера. d равняется 1. d, напомню, это такая константа, что мы тратим время у от n в степени d. Здесь у нас у от n, поэтому d равно 1. Соответственно, нам надо сравнить два числа. Логарифм по основанию 2 от 2, это единица, и d, это тоже единица. Они равны, поэтому время работы u от n лог n. То есть, вот теорема нам подтвердила, что мы правильно с вами пару лекций назад доказали оценку на время работы алгоритма сортировки слияния. Следующий вариант, t от n равняется t от n пополам плюс u от единицы. Это, конечно же, двоичный поиск. То есть, чтобы найти что-то в отсортированном массиве размера n, мы потратили константное время, после этого перешли к массиву размера n пополам. Вот получилось такое рекуррентное соотношение. В этой ситуации t от n равняется u от логарифма n. Как мы знаем, ну и теорема нам это подтверждает. В этой ситуации a равно единице, то есть одна подзадача, b равно двойке. Задача уменьшается вдвое, а d равно нулю. Мы тратим время n в степени 0, ну, то есть u от 1. Соответственно, что нам надо сравнить? Логарифм по основанию 2 от единицы, это 0, и d это тоже 0. Соответственно, у нас получается n в степени 0 умножить на логарифм n. То есть логарифм n. Следующее. Представим теперь, что у нас есть алгоритм, который вот как-то, чтобы решить задачу размера n, делает 5 рекурсивных вызовов для задач размера n на 4, и на все остальное тратит премиум от n. Ну, в этой ситуации время работы будет расти как n в степени логарифма по основанию 4 от 5. Поскольку логарифм по основанию 4 от 5, это больше единицы, конечно же, 4 надо воссвести в степень больше, чем 1, чтобы получить 5. А с другой стороны, d в этой ситуации равно единице. С другой стороны, если бы у нас было не u от n здесь, а u от n в квадрате, то и t от n росло бы как u от n в квадрате, поскольку 2 это больше, чем логарифм по основанию 4 от 5. Отлично. Ну вот, немножечко поигрались. Еще вам будет предложено поиграться в упражнениях с этой теоремой. И напоминаю вам свою рекомендацию. Лучше, когда вы видите рекуррентное соотношение, а все-таки как-то проанализировать дерево, а только потом подставлять в теорему, чтобы убедиться, что результат у вас получился правильный. Давайте в конце еще покажу, что основная теорема о рекуррентных соотношениях покрывает далеко не все рекуррентные соотношения, которые встречаются в жизни. В жизни встречается много всего. Например, может быть вот такое. t от n равняется t от n на 3 плюс t 2 n на 3 плюс u от n. Не покрывается эта теоремой, потому что здесь у нас два рекурсивных вызова, но они разных размеров. И в теорему это не подставить. Непонятно, чему равно b. В одном случае это n на 3, в другом случае 2 n на 3. Но вот поэтому-то в терминах дерево и удобнее рассуждать, потому что представив себе это дерево, несложно понять, что здесь тоже n луг n время работы будет. И мы с вами такой же, ну, похожий случай разбирали в анализе алгоритма быстрой сортировки. Мы сказали, что ну да, это дерево будет, оно, конечно, не такое ровное будет, как у нас, как в теореме рекуррентных соотношениях. У него одна ветка, ну, самая левая там ветка будет такая короткая, логарифм по основанию 3 от n, а вторая ветка будет логарифм по основанию 3 вторых от n. Ну, кособокое такое дерево будет, но все равно логарифмической высоты и на каждом уровне суммарный размер задач это n. Ну, соответственно, n луг n получается. Еще один случай, когда что-то не покрывается теоремой, это вот такой. t от n равняется 2t от n минус 1 плюс u от единицы. В данной ситуации у нас размер задач не уменьшился в разы. Он уменьшился на константу. Поэтому тоже в теорему это не подставить. Но как это решать? Ну, вот в данном конкретном случае можно понять вот что. Ну, если здесь, давайте так для простоты напишем, что здесь не вот единица, а просто единица, тогда можно сказать, что это там число вершин в полном бинарном дереве глубины m. Ну, почему на него верно такое рекуррентное соотношение? Ну, вот потому что вы хотите такое вот большое-большое дерево нарисовать и хотите понять, сколько же в нем будет вершин. Ну, во всем дереве вершин вот сколько. Вот это надо посчитать вот эту вершину, вот эта единичка, плюс 2 умножить на количество вершин в дереве глубины n минус 1. И здесь количество вершин в глубине дерева, в дереве глубины n минус 1. Ну, вот просто такое конкретное рекуррентное соотношение соответствует количеству вершин в таком дереве. Ну, это там 2 венны примерно, 2 венны без единицы. Соответственно, ну, если бы стояло у большой от единицы, ну, там тоже на константу бы домножилось. Еще пример рекуррентного соотношения, которое тоже не удовлетворяет, которое не подставить в теорему. t от n равняется t от корня из n плюс u от единицы. Что делать в такой ситуации? Не подставить, потому что здесь размер под задачи увеличился не в константу раз, а прямо мы от n перешли к корню от n. Это на самом деле хорошо, то есть размер задачи очень быстро убывает. Это меньше, чем там n на 100, n на 200, n на миллион. Корень из n это просто вот, ну, стало сильно меньше. Поэтому есть надежда, что это даже все быстрее уменьшится. Ну, и действительно решением такого рекуррентного соотношения является log log n. А заметить это можно просто, если от n перейти, ну, сказать, давайте n это будет 2 в k. Ну, где k там не обязательно даже целое число, просто вот k это логарифм двоичный по основанию n. Тогда что можно сказать? Как это рекуррентное соотношение можно переписать? Там как t, ну, как t штрих от k равняется... Да, когда мы к корню из n перешли, это то же самое, как от 2 в k... Ну, давайте напишу, да, корень из n это n в степени 1, 2, это 2 в степени k пополам. То есть t штрих от k это там t штрих от k пополам плюс u от единицы. Ну, соответственно, да, про t штрих от k можно уже сказать, что оно, получается, зависит как логарифм от k. Ну, и вспомнив, что k это логарифм от n, мы получаем, что t от n растет как u от log log n. Ну, это исключительно просто для расширения кругозора. Нам такие рекуррентные соотношения не понадобятся, и просто хотелось акцентировать внимание на том, что бывают и другие рекуррентные соотношения. Вот. На этом совсем все. Глава заканчивается. Мы с вами кучу примеров увидели алгоритмов, которые основаны на методе разделяя властвой, потренировались с доказательством оценок на время их работы, и в итоге даже узнали такую мощную теорему, которая позволяет в общем случае оценивать. Надеюсь, это вам все пригодится еще раз и при решении задач, и в жизни.